С раннего утра химкинские паблики и соцсети нашего телеканала стали разрывать сообщения от жителей старых химок. Жильцы домов на Ленинском проспекте, юнатов и других улицах остались без света. У некоторых сбои коснулись не только электроснабжения. Вот такие комментарии оставляли пользователи типичных химок. Ленинский проспект 18. Нет электричества, лифты не работают, батареи не работают, воды в кране нет. Детский сад номер 29. Машенька на Ленинском 16. Строение 1. Без света сидит уже больше двух часов. Отопления нет, детей не могут обеспечить горячим питанием. Администрация, АУ, решите, пожалуйста, хотя бы с садиком. К вечеру, думаю, будет смысл звонить в МЧС, так как реально чрезвычайная ситуация наклевывается. Дома промерзнут, готовить не на чем. Сергей и Ксения вместе с другими жителями 16-го дома на Ленинском проспекте погрузились во тьму примерно около 10 утра. Позвонили в МОЗ «Энерго», там обещали ситуацию к 6 часам исправить. Почему ситуация, можно сказать, так заинтересовала? Потому что в доме газа нет, все на электричестве, то есть разогреть что-то невозможно. Отопление тоже начало пропадать, вода перестала идти. Оказалось, что даже одна женщина застряла в лифте, и в силу того, что непонятно, как звонить, она, слава богу, знала телефон консьержки и позвонила консьержке, которая уже вызвала спасателей, которые ее оттуда достали. А вот откуда пошла проблема. Евгений Трошин, председатель ТСН «Правый берег» и по совместительству житель дома на улице Юнатов, рассказал, в жилом комплексе загорелся трансформатор. Был слышен хлопок, дым. Почему взорвался, непонятно. Но, в общем, этот трансформатор питает все вот эти дома и башни, и вот эти вот трехэтажные. Соответственно, электропитание обеспечивает подачу и тепла в дома, и воды. Как сообщили нашим журналистам представители ЖКХ в администрации «Химак», сбой действительно произошел из-за возгорания на трансформаторной подстанции. Но что вызвало замыкание, так и неизвестно. Горел трансформатор на одной из трансформаторов подстанции, вследствие чего произошло короткое замыкание. Лаборатория нашла место повреждения кабеля, производит раскопки, ремонтирует кабель, параллельно переключается на другой трансформатор этот кабель. И после переключения и ремонта кабеля, при обнаружении будет восстановлено. Обещают к 22 часам решить проблему, если, конечно, не найдут еще какую-нибудь неисправность на линии. Правда, намерены ударно поработать, пока полностью не восстановят электроснабжение. Дождутся ли жители сегодня света от химкинских прометеев? Мы будем следить за развитием событий. Алена Беляева, Юлия Куштейко, Николай Забродин, Служба новостей.